Добрый день! Меня зовут Зотин Евгений Васильевич. Я являюсь вторым тренером женской сборной команды страны по пляжному гонболу. И сегодня мы поговорим о защите пляжа в гонболе. Что можно, что нельзя защитникам. Пляжный гонбол – это, скажем так, разновидность немножко классического гонбола. Но менее усечен в формате, площадка меньше, играем на песке. И, естественно, правила немножко изменены. Защите разрешено только подставляться, только мешать игроку. Нельзя хватать руками, цеплять удары. Все, что мы видим в классическом гонболе, в пляжах, увидеть практически невозможно. Потому что карается судьями мгновенно. И два таких нарушения – красная карточка – игрок покидает площадку до конца игры. Так что игрокам здесь, мало того, что они работают в песке, защитникам разрешено только приставными шагами препятствовать нападающим, атаковать ворота. Ну, плюс блоки. Перехваты, естественно, никто не отменял. Передачу перехватить мяча, поймать у соперника. Это все вынудить нападение, сделать ошибку. Захваты за майку, удары по рукам, толчки небольшие. Все это, конечно, присутствует и здесь. Но если в одну-две атаки ты потеряешь сразу двух защитников с красной карточкой, то кем ты будешь играть дальше? Если в гандболе можно две минуты отсидеть и выйти, то в пляжном гандболе нет. Получил красную карточку, ушел мгновенно, и тренер будет сам выдумывать, кого же ставить на твое место. Поэтому защитники это понимают. И работают, знаешь, только работа ногами в основном. Плюс в пляжном гандболе есть бросок игрока за один, считается, есть за два. Так вот, когда нападающий бросает за два, то это либо бросок с воздушкой, либо бросок с пируэтом с вращением на 360 градусов. Здесь защитники могут ставить блок, прыгают. Обязательно нахождение защитника нужно быть за 6-метровой линией вратарской. То есть ты выталкиваешься, прыгаешь блок. И нельзя касаться нападающего в этот момент. То есть только в мяч играть. Приставные перемещения под нападающего. У нападающих есть своя работа, которую они сейчас выполняли. Это уход от игрока, естественно. Потому что если защитник правильно выполнит свои защитные движения, выполнит приставные перемещения, будет ставить на месте в этот момент обыгрыша, и нападающий воткнется в защитника, то будет фол нападение, мяч будет отобран. Значит, защитник сыграл правильно, выполнил свою функцию на 100%. Мяч судьи отбирают, и смена атаки. Субтитры создавал DimaTorzok